Какой-то уникальный рецепт водки, или он тебе сегодня ночью проснился, внедрил его. Ты сам к этому пришел или есть какая-то теория? Опыт бизнесовый практически конкретный. IMAX это не сеть, IMAX это технология, наш конкурент, и, собственно, по размеру, по качеству. Печальный конец, хороший. Деньги держать в чемодане, это как бы неэффективно, в общем-то, в кризис, да, где мы сейчас находимся. Смотри, у меня ждания вот такие, тебя, ты сейчас находишься там где-то вот здесь. Ты имеешь в наше интервью. Хлам убитый. Медитерный? Класс, да. Класс. Класс. Всем привет, это наш очередной выпуск. На этот раз мы встретились с SEO кинотеатром Multiplex, романом. Собственно говоря, выпуск мы уже сняли, но мы сейчас пишем нашу подводку, поэтому о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о основных правилах менеджмента романа, о его философии, о его пути и о том, как же переживает Multiplex это кризисное, не очень легкое, скажем так, время. Поэтому сейчас мы переметаемся в другую локацию и начинаем наше интересное интервью. Слушай, 2008 год, кризисный год, почему приняли этот вызов, почему решили, собственно говоря, пойти вот в ресторанный резко? Когда я возвращался с Грузией, я стал подаваться в Украину, искать место работы. Позвонил паре знакомым и, собственно говоря, откликнулся в тот момент времени Dragon Capital, это инвестиционный фонд, private equity фонд. Они завершали транзакцию, они покупали компанию, которая занималась хлебом. Этот бренд есть и до сегодняшнего дня, венские булочки, в тот момент времени он был более распространен. Задача была развить там как бы две компании, одна из них производственная, другая из них ритейл-компания, там свои каналы продаж. То есть это так называемые бекера, небольшие кафе хлебные. Моя задача была взять это направление хлебное и свои каналы продаж развивать. Но уже в тот момент, когда я возвращался, собственно говоря, там еще не прилетел в Украину, ну как бы рынок узнал о том, что я возвращаюсь, и я уже принял оффер от Dragon. И одна девочка мне там позвонила, рекрутер, говорит, что слушай, вот очень хотят там с тобой увидеться, да, компания называется Мировая карта. Я говорю, я уже принял оффер, поэтому, ну никак. Она говорит, слушай, ну мне надо вот отработать, да, и пожалуйста, вот просто сходи, да, у меня будет галочка, что я как бы кандидата привела. Ну, окей, хорошо, схожу. Вот я пошел, познакомился с ребятами. У них, собственно говоря, там основной запрос, который был на тот момент времени, было парочку ресторанов суши, да, и у них был такой дилемма между тем, что... Ну, дилемма, не дилемма, но, в общем, как бы были мысли, да, основной диалог заключался в том, что вот мы не знаем ее системной строить, отдельной компании или в рамках Мировой карты. Мировая карта на тот момент времени, это была сеть ресторанов. То есть ты прям на старте в таком зашел? Да, ну, уже были открыты рестораны, я не могу сказать, что как бы я... Я на сколько узнал, то есть ты, за твое время, они выросли с 9 до 5-10 торговых... Да, абсолютно верно, да. В то время мы с ними познакомились, да, я ушел, собственно говоря, там работать в Dragon Capital, и вот после этого, это в седьмом году было, да, и они регулярно, они делали мне контр-оффер, перебивали, ну, как бы я сказал, точно нет, потому что, ну, это как бы моральное обязательство, вопрос не денег, да, вопрос в том, что если я пообещал, да, кому-то, и мы ударили по рукам, то это уже вопрос не денег, вопрос в том, что я должен выполнить коммитмент, который я взял. Вот, ну, мы периодически как бы поддерживали связь на протяжении двух лет, пока я работал вот в Венских булочках, да, мы там встречались почти каждый месяц, да, там обсуждали, потому что компания как-то росла, вот слушай, а в тот момент, да, и собственник, который в тот момент отвечал за операционную деятельность, он регулярно, у него возникали вопросы, вот, нужен ли HR, да, вот, если нужен на данном этапе, то чем ему заниматься, да, вот, как бы, недорого ли это для компании сейчас, ну, и так далее, да, и вот он был великолепным и, собственно говоря, остается там предпринимателем, да, но он понимал, что он не системный менеджер, да, поэтому у него были многие вопросы, которые, на которых не было ответов. И вот мы дискутировали, как бы, я делился своим опытом, поэтому был всегда коннект. И в момент, когда вот та компания, в которой я работал, в Венские булочки, они приняли стратегическое решение о том, что они не будут развиваться глобально в связи с тем, что наступил, там было немного кризиса внутри компании было, еще и кризис восьмого года наступил, да, они заколдировали все проекты, и, в общем-то, у меня появилось то самое моральное право, я понял, что, собственно говоря, там тот девелопмент, который, на который я приходил, я к тому времени построил 9 объектов, да, но задача была, собственно, и ожидание гораздо более амбициозной, да, я понимал, что мне сейчас нужно просто управлять этим операционно. И мы открыто поговорили с ребятами из фонда, я сказал, что если давайте я подготовлю как бы замену, да, пусть операционно с бизнесом все будет окей, но он управляется как бы не мной. И, собственно говоря, вот на этом моменте у меня появилось моральное право как бы принять офер суши, который как бы был, по сути, все это время... А тебе он изначально был интересен? То есть, насколько он тебе был интересен, да? Да, безусловно, я вот как бы развиваю вот этот диалог, да, постепенно, я уже был, как бы жил кусочком своей энергии, да, Я жил в этой компании, потому что мы регулярно общались, да. И в какой-то момент, когда я фулл-тайм перешел, собственно говоря, началась такая микроэпоха в моей карьере, там, связанная с суши. С сушими. Окей, теперь самый главный вопрос, то есть мы сейчас находимся в кинотеатре, не в суши, не в пиццерии. Как вот с ресторанной сферы, почему вдруг перешел в кино, да, в кинобизнес? Я думаю, что было несколько событий, которые были с течением обстоятельств определенным образом, да, определенным образом это было, ну, как бы обоюдным запросом своего рода. Ну, в общем, что произошло, да. Я последние два года занимался до мультиплекса, занимался своим бизнесом. У меня есть ресторан, который занимается поставками в магазины, как ресторан работает. И мне поступило предложение, собственно говоря, от моих знакомых, ну, знакомых мне рекрутинговой компании. Да, они сообщили о том, что, собственно, есть вакансия, мы ничего не можем рассказать, давай мы тебе только в общих чертах, ну, собственно, типичный такой подход. Я, там, первая моя фраза была, там, точно не сюда, потому что... Они, а не суживят тогда, то есть создают такое? Нет, ну, там есть же комплиенс определенный, да, то есть там момент, когда, ну, к примеру, там, в случае с мультиплекс, да, то есть была ситуация, когда CEO Виталий, который был до меня, да, он принял... В какой-то момент было понятно, что ему нужно переезжать из страны. И, ну, в этот момент компания этого еще не знала, да, потому что было закрыто решение. По понятным причинам компания знать этого не должна была бы, да, для того, чтобы все были в тонусе, в задачах, там, и так далее. Но рекрутинг уже начался, да, для того, чтобы... Это же тоже процесс, который делится какой-то период времени. С Виталией-ка мы знали друг друга, то есть Виталий-то CEO, который был до меня. Больше CEO. Да. И мы, не могу сказать, что мы прям дружили, да, мы... Просто было у нас несколько контактов, это были бизнесовые контакты. И в момент, когда мы познакомились... Ну, не познакомились, собственно говоря, сконтактировали еще раз, теперь уже в другом имплуа, мы, ну, поговорили о том, как можно было бы эффективно строить сотрудничество. Мне все больше... Я чувствовал, и, собственно говоря, там до сих пор активно это чувствую. И хочу, как бы, у меня есть большая амбиция, интерес, как бы, к этой индустрии. Вот, есть большой вызов относительно того, чтобы учиться и углубляться, да, потому что за тот период времени, пока я управляю компанией, считаю, что еще относительно индустрии я совсем мало чему научился, да, и у меня еще очень много планов по тому, чему я должен, в чем я должен совершенствоваться. А какая тут у тебя глобально финальная такая цель в этом формате? То есть когда ты посчитываешь, что вот в принципе, вот, как говорится... Слушай, ну, я какое-то время назад, наверное, примерно года четыре назад, я перестал строить глобальные планы и цели, да, ну, вот даже представим себе, что там полгода назад была бы какая-то глобальная цель, да, предполагала ли она бы, то, что происходит сейчас на улице, например. Да, мне, мне, как бы, интересно и важно сделать эту компанию номер один. Под тем, что я подразумеваю номер один, стоит достаточно много критериев. Сейчас, наверное, мы еще на час уйдем в сторону, если я буду о ней говорить, да, то есть если кратко, то я считаю, что у компании очень много возможностей, да, и она должна быть номер один по технологичности, по количеству гостей, которые мы обслуживаем, по количеству кинотеатров, по доле рынка. А сейчас доля, это какая, 30, 38 или 39 процентов? Порядка 39 процентов, да. Точно посчитать. Сложно, понимаю. Ну, невозможно практически, потому что рынок, к сожалению, серый, да, там мультиплекс это такой белый лебедь, да, который, который абсолютно белая, да, но, к сожалению, если говорить об индустрии, то она достаточно серая, да, поэтому данных об индустрии нет. Скажи, из конкурента, ну, как я понимаю, самый, там, крупный ваш конкурент это Аймакс, правильно, сеть? Нет, ты путаешь, как бы, потому что, ну, в принципе, типично путаешь, потому что многие люди путают. Аймакс это не сеть, Аймакс это технология, технология, которая, планета кино, да, которая есть Аймакс, и у нас есть Аймакс, ну, собственно говоря, да, планета кино начиналась с формата Аймакс. Да, это, в общем-то, по размеру наш конкурент, и, собственно говоря, по размеру, по качеству, это достаточно хороший оператор, достаточно правильные вещи ребята делают, достаточно быстро, качественно, и я рад, что у нас есть такой конкурент, рад, потому что, как бы, на рынке с таким сильным игроком, как планета, мы не совершаем функцию. То есть у вас есть этот, так же, дух соперничества, как, знаешь, там, кола, пепс, они там постоянно друг друга, там, как-то подкалывают, что-то там подгоняют, вот как, как ваше, или такого нету, в принципе, как бы, сами по себе, как бы, кто... Ну, смотри, я, конечно, есть какие-то вот такие взаимодействия на уровне фана между брендами, да, когда у нас, там, не знаю, наши SMM-менеджеры в соцсетях начинают там друг над другом как-то подшучивать, подкалывать, там, поддевать, но на самом деле у каждого, если уж не брать вот такой какой-то коммуникационный фан, да, небольшой, да, то глобально у каждой компании есть своя стратегия, она, безусловно, учитывает, не может не учитывать стратегию другого игрока, да, то есть мы, когда строим свою стратегию, мы точно предполагаем, там, моделируем, предвидим действия нашего конкурента на поле, на котором мы работаем обоюдно, я думаю, что планета делает точно прогнозируя свои стратегические планы, она точно учитывает и смотрит там, что делает мультиплекс, вот, поэтому здесь работа, и при этом у каждого есть набор своих уникальных конкурентных преимуществ на этом рынке, да, собственно говоря, туда, как мне кажется, затачивается, мы точно туда затачиваемся, мне кажется, что планета делает плюс-минус то же самое, то есть как бы не столько, чтобы отстроиться от друг друга, сколько создать как можно больше таких value proposition, да, то есть там ценностных предложений для своих гостей, для того, чтобы усиливать уникальность своего продукта. самое в этом формате, это трешовая или какая-то, возможно, в рамке вне выходящая ситуация, которая у тебя была, вот, за твою карьеру менеджера, SEO, то есть может что-то такое, что прямо вот, 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 вот. Слушай, ну, если честно, наверное, самая трешовая ситуация, это та, в которой я сейчас нахожусь, да, потому что… Ты имеешь в виду наше интервью? Нет, я имею в виду период последних нескольких недель, да, потому что ситуация, как ее кратко организовать, да, у нас куча планов, целей и движений, да, есть набор текущих обязательств, есть там доходы, очень много людей, и вот в один момент фулл стоп. Ну, нечестно сказать, что прямо в один момент, конечно, мы там начали оценивать риски, да, мы там с февраля уже начали там закрывать проекты развития, мы там вакансии начали остановиться, все равно это для такой машины, это очень небольшой период времени, мы не успели, безусловно, сделать там весь Коскарин, привести к компанию гармонично к закрытию. Видел на Фейсбуке, выставляют многие трудовые книжки, там, мол, спасибо там за работу, скажи, сколько уже, если не секрет, уволили потери? Ну, смотри, уволи я бы здесь подкорректировал, да, потому что, собственно, два статуса сейчас есть у ребят, вот с момента, когда мы зашли в эту кризисную фазу, да, одни ребята, они уходят в отпуск за свой счет, да, потому что, понимая о том, что компания не может обеспечивать сейчас зарплату, собственно, или работу не может обеспечивать как таковую, да, ребята очень дорожают местом, и мы очень дорожим, как бы очень хотим сохранить ребят и компанию в целом, да, и они остаются в этом статусе. Другие ребята принимают решение о том, что они будут выходить, принимают решение по нескольким причинам, да, у кого-то это история про то, что там карантин там удобнее или по каким-то там экономическим причинам он хочет там где-то с родителями, например, в областном центре, либо в район где-то проводить, ну, откуда он родом или еще по каким-то причинам, да, поэтому они принимают решение о том, что они выходят для кого-то, и это тоже, я не знаю точно статистики, но это не маленький процент, это ребята, которые оценивают о том, что понимают, и я им очень благодарен за это, потому что они понимают, что как бы компания сейчас не может выплатить, выплачивать зарплату, если они будут увольняться, то компания выполнит свои обязательства в момент выхода, то есть там заплатит все, что полагается по сегодняшний день по зарплате, заплатит все там отпускные накопленные, да, где-то живые деньги сейчас в моменте, да, и к сожалению, да, к сожалению, сейчас вот в этой весьма неординарной и страшной по сути ситуации, да, как бы ребята оценивают и принимают, что вот как бы для него живые деньги, это какое-то средство существования, на какой-то период времени, пока будет карантин. Поэтому это тоже стимулирует ребят для выхода. В общей сложности, как бы на сейчас мы, около, около 50% ребят вышло из компании. 50%? Да, да. Скажи, а ты часто смотришь вообще, пользуясь, скажем так, положением, смотришь в мультиплексе? Не то, что я пользуюсь положением, смотрю часто, смотрю, пользуюсь положением в смысле того, что у нас есть внутренняя программа лояльности, каждый сотрудник мультиплекса имеет 8 билетов в месяц. Не всегда им пользуюсь, потому что не очень хватает времени, но вообще это было одной из, собственно говоря, там таких основополагающих причин, да, почему в принципе мультиплекс оказался в моей жизни, да, потому что кино, я большой фанат кино и поклонник индустрии в целом. Круто, перейдем к кризисному, скажем так, нашему блоку. Скажи, Лучше антикризисному. Да, вернее, антикризисному блоку. А как сейчас, на каком этапе, собственно говоря, ваш запрос к государству на получение безпроцентных, собственно говоря, кредитов, вот белому бизнесу? То есть вы собрались, сколько там у вас принимателей, на каком-то этапе получили ли какой-то общий ответ? Ну, смотри, в двух словах я расскажу о том, о необходимости, да, почему это как бы крайне важно. Вот смотри, очень много бизнесов работают с оборота. Да, это что значит? Ну, это значит о том, что, в принципе, вся бизнес-модель, она не построена на том, чтобы как-то аккумулировать деньги. Почему? Потому что, ну, деньги держать в чемодане, это как бы неэффективно, в общем-то, деньги должны постоянно крутиться. То есть ты имеешь в виду, что берете с оборотки и расплачиваете, если там, грубо говоря, все. Абсолютно верно. Более того, привлекаем кредиты, да, для того, чтобы, если есть развитие у компании, какую-то здоровую долю кредитов правильно брать, да, потому что быстрее можешь развиваться, быстрее можешь там занимать рынки и так далее, и так далее. Собственно говоря, вот в такой модели, она далеко не уникальна, как бы, как для мультиблекса, если привести на простом примере, да, это, ну, не знаю, давайте себе представим какую-нибудь там детскую комнату, да, в которой есть няня, которая приводит людей, детей на тот период, пока родители занимаются там шопингом, например. И как получает эта няня, этот бизнес доход? Ей там оплачивают за каждый час ребенка, да, за день у нее есть там, предположим, 3000 гривен, да, там 300 гривен, предположим, стоит няня, полторы тысячи гривен, предположим, надо там отдать за аренду этой детской комнаты, предположим, там еще какие-то деньги остаются там на прибыль, еще надо заплатить там клинингу, который помоет, да. Вот так существует этот бизнес. И вот в один момент, пока еще не успели заплатить ни за аренду, ни за клининг, потому что оплачивают раз в месяц, да, и няне не успели заплатить, просто перестали ходить дети, да, которые в этой детской комнате. И что получается, да, что сразу стало это, этот бизнес стал должником перед арендодателем, перед клинингом, перед няней. И, собственно говоря, вот мы сейчас в такой ситуации, да, мы, если мы сможем, можем каким-то образом договориться со всеми нашими кредиторами, по сути, с другими бизнесами, по крайней мере, есть какой-то люфт для договоренности. А если не секрет, сколько это? Ну, то есть, просто я вот так как бы смотрю, несколько сотен, попкорн, те, кто предоставляет фильмы, кто еще. Сколько партнеров, да, 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 несколько сотен. Несколько сотен, офигеть. Ну, например, только арендодатели, да, учитывая то, что это 24 кинотеатра, да, вот 24. А вот, кстати, насчет аренды. Пока, как бы, ну, аренду вы платите, условно говоря, за этот месяц, так же, как и или еще? Ну, смотри, здесь мы не платим, потому что мы физически не за что платим вопрос, начисляется ли обязательство. Обязательство пока начисляется, да, потому что до момента, пока мы не перепишем какие-то дополнительные соглашения с нашими партнерами, да, они будут начисляться. А переподписать это дополнительное соглашение мы можем на основании чего? Либо договоренности, либо форс-мажора, в случае, если будет выдано свидетельство о форс-мажоре, которое, опять-таки, является просто основанием для передоговоренности, да, то есть, как бы, финальный результат, когда можно сказать, что мы изменили аренду платы за какой-то период времени, это подписанный дополнительный соглашение к договору. Государству мы обратились с тем, чтобы государство, понимая, что, как бы, в державе сейчас тоже весьма непростые времена и очень много, собственно говоря, экстразатрат, да, и очень много вызовов сейчас, да, мы все живем в этой ситуации, мы обратились с тем, чтобы помочь сотрудникам находиться в этот период времени в кризисе, в карантине, по сути, и помочь каким образом, да, государство имеет весьма прозрачную картинку по каждому сотруднику по фамилиям, да, потому что белая компания и, по сути, как бы все фискальные органы видят и знают, как бы, что получал в любой период времени каждый сотрудник. И, собственно говоря, мы просим, чтобы государство в какой-то части, навряд ли это может речь идти и 100% зарплаты, даже 50%, но в какой-то части поддержать каждого сотрудника, а бизнес в этом смысле будет выступать гарантом возвращения этих денег, то есть деньги физически даже не нужны бизнесу, а просто сотрудника. То есть, по сути, от зарплаты, это же минимальную, ну, грубо говоря. Да, какую-то часть зарплаты, чтобы государство поддержало сейчас каждого из граждан Украины, по сути, которые одновременно являются там сотрудниками Мультиплекс либо какой-то другой компании, а бизнес просто разделяет всю эту ответственность вместо обязательства после кризиса вернуть это государству. Ты спросил о том, сколько бизнесменов на сегодняшний день, да, ну, мы работаем, ну, откликается как бы много ассоциаций, много там бизнесменов, скажем так, которые в одиночку с этим каким-то образом справляются. Ну, если перечислить, собственно говоря, там, мембров, ассоциаций и вот этих одиночных бизнесменов, да, то в общей сложности это на сегодняшний день где-то порядка 300 компаний, тех, кто объединены вокруг этой мысли, инициативы и кто, самое важное, остро нуждается и остро понимает о том, что это прям сильный социальный коллапс, если не найти решение этого вопроса сейчас. У нас еще запланирован созвон, который еще больше привлечет внимание к этой истории, поэтому, окей, такой вопрос. Какая социальная позиция мультиплекса в целом относительно пандемии? То есть вы немножко поменяли логотип, то есть круто. А что еще какие-то вот? Ну, какая социальная позиция? Мы, в общем-то, категорически поддерживаем то, что делает государство, да, с точки зрения карантинных мер, да, потому что все, что сейчас можно сделать из понятного и очевидного, да, для того, чтобы сбить этот дурацкий темп этого вируса, да, это карантин, да, поэтому мы полностью это поддерживаем, да, и, собственно говоря, хотим, чтобы эти действия государства, и самое главное каждого из нас, да, потому что государство не может привязать нас за ногу к кровати, да, то есть мы все равно можем выходить, можем общаться, мы очень призываем к тому, чтобы все были, сидели дома, да, и выходили на улицу, да, но выходили только семьей, обязательно выходили на улицу, желательно даже занимались спортом, при этом, да, вопрос не посещения мест скопления людей. И я очень надеюсь в том, что в ближайшие несколько. Это как-то разрешится. Скажи, каким навыком должен обладать, по твоему мнению, плохой SEO? Я думаю, что самый, вот если сказать топчик, то, наверное, микроменеджмент. Ага. Я думаю, что плохой SEO, он самый крутой микроменеджер, который глушит людей, который глушит команды, который глушит компании. Ты не занимаешься микроменеджментом. Я занимаюсь микроменеджментом в местах, когда я стараюсь все отсекать. Все занимаются микроменеджментом. Точно, причем это не всегда плохо, да, потому что в момент, когда у тебя, например, какая-то трансформация в каком-то департаменте, да, у тебя там по тем или иным причинам какой-то произошел изменение, и руководитель департамента ушел, да. Если ты продолжаешь этим департаментом руководить на уровне, предполагая, что у тебя есть там топ-менеджер, который тебя понимает, на самом деле там нет сейчас топ-менеджера, там есть там два middle-менеджера, например, да, то это будет разрыв парадигм, понимание вообще языка, да, ты будешь на разном языке общаться с людьми, да, поэтому ты опускаешься на уровень ниже, да. Важно это отсекать. Важно, чтобы ты понимал, зачем, почему в этот момент ты этим занимаешься, в кризис, да, где мы сейчас находимся, к сожалению, масса микроменеджмента, и тут ну две основные причины, с одной стороны, потому что стиль управления меняется, да, в этом момент времени он во многом директивный, потому что нужно ее делать быстро, четко, там, брать ответственность на себя, там, людям давать указания, как бы, или рассказывать четкую зону ответственности каждому человеку, для того, чтобы он весьма четко ориентировался в ожиданиях. Ну и вторая история, это сокращенность, вторая причина, да, почему ты занимаешься микроменеджментом в какой-то степени, это сокращенность ресурса, потому что, собственно говоря, вот сейчас мы как раз в такой фазе, да, когда ресурса существенно меньше, чем в нормальный период работы компании, да, соответственно, ты занимаешься многозадачностью, да, и она у тебя в разных… Все же как необходимость. Да, да, это как необходимость. Но безумно важно это понимать, отсекать, когда этот инструмент включать, когда его включать. Если ты в нормальной жизни, то это очень много… Ну, это, как сказал Чичваркин, как делается этот чечевичный или какой-то клубничный соус, я не знаю и не лезу. Вопрос в какой роли, то есть если ты занимаешься, если у тебя есть что добавить, если у тебя есть какая-то дополнительная ценность в том, что… Не на постоянной основе ты имеешь в виду, что… Ну, я не знаю, к примеру, ты знаешь, как какой-то уникальный рецепт водки, или он тебе сегодня ночью приснился, или тебе просто хочется опять экспериментировать, ты заходишь в какую роль, ты заходишь в команде, которая занимается этим постоянно, круто, профессионально, и ты хочешь просто добавить свою эксперту, что, ребята, у меня есть идея, да, давайте мы сейчас вот… Это такая проектная, фокусная история. Точечная история. Да, рассказал о том, что ты видишь, да, как-то востормил с ребятами, да, сделали какой-то там тестовый экспериментальный образец, например, и ты вышел из этой истории. Но когда ты заходишь и говоришь… В общем, не допускать, чтобы это было как бы на постоянной… Чтобы ты не управлял. На постоянной основе. Насчет затронули Чичваркин, скажи, как тебе ресторан Хайт, вот, собственно говоря, интересный вопрос с точки зрения ресторанного бизнеса. Был ли ты там? Нет, я там не был. Слышал, ну, как бы читал, знаю, зная о формате. Ну, мое мнение о том, что, да, отличный продукт, если он отлично работает, перспективный, наверное, покажет время. И мне кажется, что это тот продукт, который как бы с душой и сердцем сделан его создателями. Ну, это, это здорово, это… Ну, в общем, прессуешь. Смотришь ли ты YouTube из бизнес-сегмента YouTube, если смотришь, что кого? Ну, скажем так, мой выбор, да, в мою воронку попадает, как правило, кейсы с нетворкинга. То есть, как бы, когда кто-то из моих друзей, знакомых, коллег по команде, да, говорит, слушай, вот классная история, услышал там-то и рассказывает такую классную историю, я тут же бегу для того, чтобы, ну, детально посмотреть эту классную историю. У меня нет подписки, я сейчас говорю не о физической, а я сейчас говорю о подписке какой-то ментальной, да, чтобы я вот, у меня был какой-то один лидер, вдохновитель, вот, за которым я бы постоянно следил. Мне, наверное, повезло, да, потому что мой нетворкинг очень сильный, крутой, классный, и мы, он постоянно расширяется, и вот если положить на две чаши весов, там, вот, как бы, великолепное, там, выступление или интервью в YouTube, или, или, там, живое общение в какой-то период времени, ну, смотря в каком формате, там, общение не просто, там, где-то за пивасиком, да, вот если мы говорим о бизнесе, то второе для меня гораздо больше ценностей приносит. Ты, как вот опытный такой, скажем, матерый SEO, а какие основные, да, ты видишь отличия этого, скажем так, кризиса и кризиса 2008 года, скажем так, от первого лица? Ну, смотри, кризис 2008 года, его характеристики каковы? Это экономический кризис, да, и это, его, наверное, самое критичное отличие, это в том, что доходы падали, но доходы не останавливались. Компания, которая получает минус 30% от ожидаемого, от бюджета, это компания, которая сложно выживать. Компания, которая получает минус 60% от бюджета, ей еще сложнее выживать. Но компания, которая получает ноль, да, это уже становится вопрос, ну, как бы, выживаемости, да, то есть, как бы, существовать компания не может в срочный период. Мы сейчас именно в такой ситуации, да, это, как бы, отличие номер один. Второе, это прогнозируемость, да, потому что экономический кризис 2008 года, безусловно, это тоже весьма сложные этапы прогнозирования были бы на том этапе, да, но тем не менее, да, тем не менее, можно понимать причины-следственные связи, чего они коснутся, откуда они взялись, и можно было бы иметь какие-то антикризисные прогнозы. Сейчас я сомневаюсь, что есть человек, который может относительно точно сказать, когда, какая индустрия начнет размораживаться, как это будет выглядеть. Ну, собственно говоря, насчет этого, то есть, карантин до 24 апреля, ну, условно говоря, мы понимаем, что, возможно, это продлится и до июня, и до июля, и до августа, и так далее. Существует говоря, слышал, что Парижская опера некоторые эти свои, скажем, спектакли сделает онлайн. Как вы в эту сторону смотрите, не смотрите, если не секрет, на каком это вот этапе? Ну, смотри, онлайн-история в нашем бизнесе, она невозможна, да, почему? Почему? Потому что это разные бизнесы, да, то есть, если предложить онлайн-прокат, да, это, по сути, стриминговый бизнес, который существует, который там с многомиллионным инвестированием, и это совсем не пустая ниша. Ну, и это почему другой, да, потому что другие права, другой контент. Да, у нас есть какая-то определенная синергия в этом, да, потому что у нас есть компетенция по контенту, да, у нас есть понимание о предпочтениях людей, но это не столь быстрая возможная итерация, например, как с оперой, да, которую можно собрать людей в закрытом зале, профессионализированном и показать, потому что опера, она имеет права, права, ну, как более гибко, она может изменить права, они сами, собственно говоря, автор своего продукта. Окей, а насчет серлификата, то, что вы сделали, типа, покупай сейчас, активируй в течение 6 месяцев, насколько зашло, покупают, не покупают? Покупают, собственно говоря, зашло, насколько, ну, точно не настолько, сколько, сколько там необходимо дохода, даже половину, даже четверть, даже там 10%, как бы, точно нет, но, ну, собственно, и ожиданий не было, то есть понятно, что люди не будут покупать сертификаты с такой же скоростью, как билеты в кино, но, тем не менее, я очень благодарен нашим гостям, потому что покупают лояльнее к мультиплекс люди, и это безумно важно для нас сейчас, особенно сейчас. Ребят, поддержите, собственно говоря, ребята, покупайте, это выгодно, между прочим, это выгодно, насколько это выгодно? Да, конечно, это выгодно, это беспрецедентная цена, это, в принципе, для того, когда бы то ни было, Я сам куплю после интервью. Окей, такой вопрос, 40 торговых точек у вас было по плану открыть в следующем году, правильно, в этом, вернее, получается, или до 40 расширится, или, помню, цифра 40, но не видно чуть-чуть. Не совсем, ну, цифра 40 не могу прокомментировать, откуда могла бы быть, да, в этом году мы планировали открытие, вот уже через несколько недель должен был открываться еще один. А, еще тут два, да, в Киеве, по-моему? В Киеве еще один, и в переговорах у нас было порядка, ну, собственно, остаются, да, порядка, там, семи локаций, да, которые в зависимости от того, как бы, как бы развивалась бы тенденция и скорость открытия торговых центров, они бы... Скажи, а вот как-то вы сейчас уже пересматривали эти планы, корректировали, или пока еще... Безусловно, ну, безусловно, мы пересматриваем, да, потому что, ну, собственно, торговые центры, которые строились, они, многие из них там заморозились, да, до неопределенного периода, но и мы, в том числе, потому что, как бы, сейчас приоритет номер один, это открыться и запуститься. Приоритет номер один, это выстоять, да, и после этого открыться в том периметре, в котором мы уже работаем, для того, чтобы мы могли выполнять обязательства перед существующими партнерами, да, и, собственно говоря, следующим этапом развиваться относительно тех планов, которые мы имеем. Ты прошел MBA, а с такой спорный опрос, многие, как бы, кто-то считает, что это очень большой рывок, кто-то считает, что это беспорядок времени, как ты относишься, как этот опыт на тебя повлиял, очень интересно узнать. Я бы, наверное, вот если, там, продолжить этот тизер, который ты сказал, то есть, как бы, советовал я бы или не советовал, я не могу сказать, что есть однозначные ответы, как и в любом продукте, в любом решении, нужно оценивать ряд факторов, да, в какой же, зачем тебе это нужно, это нужно, это первый вопрос, который нужно себе задать и отчетливо на него ответить. Отвечая, зачем, да, надо понять, дальше уже ты ищешь школу, которая будет соответствовать твоему запросу. В целом, в целом, я думаю, что в моем случае, да, это точно был плюс на том этапе, когда я учился, но тоже сильно важно понимать, не знаю, там, для человека, который оценивает, нужно ли это делать, либо не нужно делать, кроме того, что я сказал, да, нужно осознавать, что, ну, это, это ценность, когда ты будешь, там, крепко работать, да, то есть, это не просто счастливый билет, который, там, купил за деньги, и ты попал в классную, там, аудиторию с классными книжками, с классными преподавателями. Как говорят, нетворкинг, то есть общение. 60% ценностей, которые получил я, и, в принципе, там, ну, вопрос, может быть, там, плюс-минус каких-то процентов, но в целом я не уникален в этом. Это, собственно говоря, аудитория, да, потому что это живой бизнес. Знакомство. Ну, аудитория, в которой ты работаешь, там, пока ты учишься, да, потому что это живые бизнесы, NBA, это, что, это, собственно говоря, там, люди, которые имеют определенный опыт бизнесовый, практически конкретный, да, и все обучение, оно построено, если правильно построено обучение, оно построено на том, что вытаскиваются конкретные кейсы с конкретных бизнесов, которые вот прямо сейчас переживают. И это всегда происходит без купюр, да, это вот прямо как есть. Без купюр что-то между? В смысле, не завуалированно, они не задизайнили кейсы, просто в нижней. То есть говорят конкретно цифры, все вот это. Абсолютно, да, цифры, и делятся там переживаниями, и мы сегодня поделились каким-то внедрением, ты там от кого-то получил какой-то совет, решение принял, внедрил его, а через месяцок ты с этим человеком разговариваешь, ну что, что там, получилось или промахнулись, да, промахнулись, ну, а ты получаешь не за свои деньги, офигенный опыт, где тебе в следующий раз бы не промахнулся, да. Ты так советовал кому-то? Не, ну, ты же понимаешь, что это не происходит так, что там, посоветуй, я вот как бы сейчас подписался по этим человеком, что ты советовал бы внедрил. Конечно, нет, ну, то есть, как бы человек сам принимает решение в конечном итоге, да, и он все понимает, что это риски, да, не существует советов, когда-то бы там внедрил, внедрил и сделал. Самая главная, как бы, ценность, вот я, ту, которую вынес, да, вот кроме того, что, кроме того, что я обрел много друзей, я обрел много опыта за этот период, я глубже стал понимать предметы, направления, да, вот все, которые я прошел, я далеко не во все углублялся, но я стал понимать, о чем этот предмет, да, и я стал понимать о том, что если у меня в жизни когда-то, я буду понимать о том, что мне там статистика нужна будет как навык гораздо глубже, да, я понимаю, как ее прокачать, ну, потому что я знаю, куда бежать, я знаю, как бы, что дает, в принципе, да, это продукт, потому что учить все ради учить, навряд ли об этом имеет смысл, особенно в наше время, когда, собственно говоря, там через 3-4 года все знания, которые мы имеем, они дисконтируются практически в ноль, да, поэтому тут важно быть в динамике и важно быть в актуальной. Круто, кстати, ты подметил насчет того, что дискутируется, это ты сам к этому пришел или есть какая-то теория? Да нет, ну, слушай, это, ну, я не думаю, что это какое-то эксклюзивное мое умозаключение, я думаю, что это весьма, весьма очевидная штука, да, потому что уже не управляются компанией, так как они управлялись там даже 5 лет назад, да, ну, и в целом менеджмент тоже эволюционирует, продукты меняются, цикл жизни продуктов меняется, ну, это, правила игры меняются очень часто, очень быстро. Ряд быстрых вопросов, топ-3 предпринимателя, которых ты уважаешь, можешь в порядке возрастания. Да, это Андрюха Лагвин, это модно-каста, это Владимир Трофименко, это мой нынешний работодатель, и... Это, собственно говоря, основатель, фаундер. Мультиплекс, да, и, наверное, я бы назвал тоже в топ-3 славу Чечеткина, Розетка, считаю, что это тоже сильный. Два из трех, это совет директоров Мультиплекс, насколько я заметил. Да, получилось так. Круто, а если вот еще одного, но не из окружения, вот каких-то вот, возможно... Ну, у меня есть прекрасный, прекрасный друг, считаю, вот уже великолепным предпринимателем, и много чего у него учусь, это Андрей Клименко. Не знаю, ну, могли... Насколько он медийный, ну, ну, да, медийный, да, это апгрейд. Его супруга Алла Клименко делает очень много тренингов, по счастью, да, это весьма медийные ребята. А, мы, насколько знаю, на магии утра, по-моему, сейчас... Да, да, в том числе. Ты говорил, кстати, вот, что любимый фильм «Запах женщины». Почему именно этот фильм? Да, это правда, это очень крутая игра актеров, это великолепный сюжет. Не только из-за игры, да, там, не только он прекрасен, да, это сюжет, собственно говоря, это история, это ощущения, которые остаются после просмотра фильма, это глубина и смыслы. Я обожаю фильмы со смыслами. Для меня этот фильм один из таковых. Скажи, момент, в котором ты больше всего нервничал, что первое приходит в голову на протяжении жизни, условно говоря? Первое, что приходит в голову, это о контрольной школе, когда я не успевал дописывать. Я был, ну, был и остаюсь перфекционистом, и вот эта история подходит. Хорошо учился. Да, хорошо учился. Я в школу закончил, по-моему, 4 или 6 четверок было, я, честно говоря, уже не помню. В академии я был с красным дипломом, да, и это были абсолютно все пятерки были там на всех. За 5 лет у меня была в одном семестре одна четверка по калычковому правую, потому что это был вопрос принципа. Там преподаватель сказал, что надо копать дачу. Ты сейчас нарушил правила, что все троечники, что именно троечники успешные. Ну, как посмотреть на это? Я ни дня не проработал юристом, поэтому все мои достижения красные дипломы и живут. В этой степени все-таки это правило еще работает. Окей, скажи такой вопрос. Как борешься с выгоранием, и как часто оно у тебя вообще наступает, если наступает? Классный вопрос. Ну, 3 штуки работают в моем рационе. Первый – это люди, которые окружают меня. Я могу быть в хлам убитый там месяцем какой-то инфимной, инфициент работы, и за 2 часа пообщавшись там с друзьями, приятелями, просто с кругом, который меня вдохновляет, я наутро просыпаюсь там другим человеком. Это регулярный спорт. В моем случае это бег, плавание и автоспорт. И третье – это работа с энергией, медитация, работа там… Медитировал? Класс. Насчет, кстати, гонок. Расскажи, почему такое интересное увлечение, особенно в нашем, скажем так, на нашей территории очень редкое? Почему именно гонки? Ну, если коротко, это вставляет. Если чуть длиннее, это… Ну, вообще, у меня гонки появились с одного момента, да, как-то мы открыто говорили в небольшом круге друзей, делились какими-то такими… Я уж не помню, откуда там зашла история, мы делились внутренними какими-то… А, да, это была встреча о страхах, да. Если не ошибаюсь, это был период Майдана, да, когда вот, собственно говоря, мы были примерно в таком состоянии, как общество, как сейчас, да, мы были там зажаты, там, с большим количеством страхов вокруг, и я тогда откровенничал о том, что у меня есть в этом внутренний вызов, да, и у меня есть страхи, с которыми я хочу работать. И вот один мой друг говорит, слушай, поехали, поехали, там столько страхов, что после того, как ты научишься работать с этими страхами, у тебя половина страхов в жизни пропадет. Груто. Так случилось? Ну, я не могу сказать, что они пропали, это не такая таблетка, которая там линейно работает, но то, что это дает очень много, да, то, что это дает очень много работы с собой, внутри, с дисциплиной, с этим внутренним стержнем, с самодоговариванием, там, и так далее, и так далее. Очень много эффектов, которые, которые дает автоспорт, и поэтому я, я сильно ощущаю ценность этого. Одна из, одна из таких, да, плохих черт, скажем так, сел, это неумение, я считаю, это надо быть где-то жестким или, да, вот проявить какую-то такую, с такой стержнем. У меня самого есть такая проблема. Расскажи, как ты, как ты относишься к безответственности, к каким-то факапам, переключаясь, можешь ли быть, или в целом ты всегда держишь, да, вежу, как говорится, рукавица, команду, как вот этот момент у тебя проходит? Ну, смотри, здесь самое важное, мне кажется, это понимать, понимать диспозицию, если вы этическим языком, понимать, кто у тебя в ресурсе, да, понимать профайл каждого человека, быть одинаково в одной линейке со всеми, это неправильно, потому что люди, люди разные, да, они на разном уровне развития. Я думаю, что это не то, что неправильно, это неэффективно, невозможно так управлять, когда ты ко всем выстраиваешь там с первого дня или там со второй недели одинаковые правила. Нужно понимать, осознавать там возможности каждого, но не менее важно понимать четко, что ты хочешь построить. Ну и, собственно говоря, четко высказывать ожидания. Вот это четкое высказывание ожидания, это безумно важная вещь от SEO, как я считаю. То есть ты понимаешь, ты сначала знакомишься с человеком, как человеком и как профессионалом, например, да, если речь идет о начале сотрудничества, после этого ты начинаешь понимать, на что он способен и затем ты начинаешь открыто, это очень важно, открыто ему говорить о том, что смотри, у меня ожидания вот такие от тебя, ты сейчас находишься там где-то вот здесь, например. Я не считаю, что это плохо, я вообще тебя не критикую, да, но мы должны простроить такой план, потому что если мы не простроим план, у нас будет все время разрыв ожиданий, у нас будет постоянно конфликт. Если мы простроим план, но не будем по нему идти, у нас тоже будет постоянно конфликт, у нас будет разрыв ожиданий. А вот если мы все это согласуем с тобой и будем туда идти, я буду тебя трекать на этом пути, а ты будешь подвигаться к новым зданиям. Вот тогда, собственно говоря, понятно при базовых условиях, что оба человека конструктивны и недеструктивны. Да, абсолютно верно. Потому что, к сожалению, там частенько слышу, когда какие-то из руководителей говорят, что у меня вообще там команда никакая. Они там не хотят работать и это не хотят делать. Слушай, а что ты для этого делаешь? И никакая это почему? Объясни мне, что значит никакая? То есть они там на работу не приходят или что? Да они же там не делают, другие делают в других компаниях, а в моей не делают. Так и ты что? Ну что они делают? У тебя цели какие-то не выполняют? Да нет, он же сам должен понимать, какие цели. Да, он же там, не знаю, там юрист предположен, что не соображает что ли. Значит у меня все должно быть в порядке на физической части. Ну не так. Конечно, не так. Для этого и нужен по сути менеджер. Абсолютно, да. Потому что мы все очень разные. Да, если нас втроем спросить, как выглядит эта стена, да, у нас будут разные описания, да, несмотря на то, что кажется это простой вопрос. У нас есть небольшое правило, скажем так, конкурс за самый интересный комментарий. Подписчик получает любую какую-то там самую бесценную штуку от нашего гостя. Что ты можешь такое, скажем, самое простое? Давайте я предложу на выбор две опции. Пусть выберет человек, который для него будет приемлемо. Я думаю, что он может выбрать на небольшую компанию из трех человек три билета любого класса в любом городе. Круто. Который для него будет более удобен. Или, если это будет удобно географически, можем замутить какой-нибудь ланч или завтрак совместно, если может иметь ценность для… Круто. Это, я думаю, гораздо ценнее оно, если, конечно, в городе. Ребята, пишите комментарии, как всегда. И, собственно говоря, вторая опция – это совет касательно того, как вы советуете мультиплексу в эти кризисные условия, какой-то антикризисный совет, скажем так. Круто. Спасибо. Мы не пожимаем или можем нарушить правила карантина. Спасибо огромное. Спасибо. До новых встреч.